Девушки отдыхают Нет, все мои проблемы, эти заговоры, все из-за тебя Ты же знаешь, я все потеряла, из-за тебя Не надо орать, повторяю еще раз, научись сама решать свои проблемы Знаешь что, Бестия? Иди нахуй! Не советую с ней связываться Бестия, есть разговор Все в порядке Хм, ты не знаешь Как тебя зовут? Я Ви И что тебе от меня надо, Ви? Да, это она Столько лет прошло Ты только посмотри, сидит себе на диване в посмертии Сейчас аккуратно Она тебя насквозь видит Говори как ей Мне нужна помощь Хочу кое-кого найти Кого? Одного крутого инженера Андерса Хельмана Он из Иросаки Секунду Андерс Хельман Пробьешь мне его? Спасибо Рано благодаришь Во-первых, моя помощь не бесплатная А во-вторых, все эти люди Декстер Дешон, Джеки Уэллс, Типак Я о тебе много слышала, Ви Ты буквально идешь по трупам Скажи, может тебе просто не повезло? Узнаю, сучку Спроси ее про Росака Тауэр Как меня подстрелили у нее на глазах Они знали, на что шли Такое может случиться со всеми Без исключений Даже с лучшими Даже с тобой, бестия Росака Тауэр Помнишь? Кого ты там потеряла? Какого-то Джонни Ты подготовился Конечно Но меня чувствами не проймешь Чувствами я давно завязала Дело есть дело Нужна моя помощь, выкладывай эти Ага Ага А если у меня нет денег Что, скажешь, выметайся? Нет Скорее возвращайся, когда деньги будут Такие правила Угу Ну тогда, до скорого Ты знаешь, где меня найти Должно хватить Угу Приходи, завтра поговорим Должно хватит 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 Я к Бестии. Она меня ждет. Привет, это снова я. Что там с Хельманом? Два, пожалуйста. Освободи место. Садись. Надеюсь, ты его нашла? Такую целеустремленность редко встретишь. Он настолько тебе нужен? Это вопрос жизни и смерти. Этого я тоже давно не слышала. Бутылку оставь. Не стесняйся, можешь угощаться. Твое здоровье. Твое здоровье. Оно тебе понадобится. Спасибо, Никс. Королева по смерти. Кто бы мог подумать? На, держи щепку. Для ней много всего интересного. Посмотрим, что ты нарыла. Этот твой Хельман не проходит ни по одной ведомости. Зато он засветился в секретных файлах Цзянь-Ти. Это дочка Кантао, китайской корпуси. Это кефиговый листок. Кантао проводит через нее разные деликатные операции. Понимаешь? Ты сможешь его найти? Найти его проще простого. А вот перехватить... Другое дело. Это расшифрованный маршрут ближайших конвоев к Кантао. Думаешь, в одном из них будет Хельман? Как я пойму, в каком? Вот подробности по этому конвою. Одно Ави, поддержки с земли нет. Накладных на товар тоже нет. Странно. Кантао иногда перевозит грузы без всякой регистрации, если хочет продать что-то из-под полы. Но... Глянь загруженность, которую вбили в систему. Слишком малый вес. Груза на борту нет. Зато смотри, какой шикарный список пассажиров. Охрана Кантао, плюс какой-то... Угадай, откуда перевозка. Иценти. Это Хельман. И это хорошие новости. Сейчас начнется. А что за плохие новости? А плохие новости их место высадки. Видишь, все это воздушное пространство Найт-Сити. Понятно. То есть нам тут же отвесит люлей дублестная полиция. А здесь уже слишком близко Кантао. Стоит нам косо посмотреть на Ави, они сразу отправят своих амбалов. Зато вот тут... Равнина Джексона. Узкий коридор между Найт-Сити и территорией Кантао. Сегодня тебе везет. Мертвая зона. Там я его и возьму. Тебе нужен кто-то из местных, чтобы организовать весь движ и подогнать техник. Кто-то из местных? Ты знаешь там наемников? Только одну. Панам Паумер. У нее терки со своим кланом, но она настоящий кочевник. И знает те места. Вот она тебе и поможет. У нее не будет выбора. У нее не будет выбора? Звучит не слишком обнадеживающе. Для нас обоих. Ну, а за такую цену ничем больше тебя обнадежить не могу. Это мой единственный шанс добраться до Хельмана. Понимаю. Хозяин барин. Ви, тут что-то не так. Почему Панам должна мне помочь? Тут какой-то подвох. Большой подвох. Панам иногда перевозит для меня товары. А в последний раз все пошло не по плану. Она прокололась. Мягко говоря, провалила всю операцию. Потеряла товары машину. Она сделает все, чтобы вернуть груз. Для нее это вопрос чести. Ладно. Я могу ей помочь. Но мы же не знаем, где искать. Знаем. Я знаю. Окей. Расскажи, что ты знаешь. Под Найт-Сити есть заброшенный город Рокки-Ридж. Панам знает где. Езжай туда и верни товар. Тачку тоже. Сначала, конечно, свежись с ней. Я пришлю тебе контакты. Да уж, наконец-то. Пойдем уже отсюда. Спасибо. Удачи. Меня сейчас вырвет. Алло. Привет, Панам. Твой номер мне дала бестия. Меня зовут Вик. Класс. Но что еще эта старая сука хочет меня втянуть? Жанна, подожди еще немного, пожалуйста. Не знаю, что у вас бестия и знать не хочу. У меня для тебя дело. Очень рада, но у меня пока тоже дел хватает. А груз и машина? Не хочешь их вернуть? Могу с этим помочь. Товарный склад на Бонита-стрит, который на выезде из города. Встретимся там. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Надо бы поздороваться, раз мы собираемся работать вместе. Меня называют Эль-Капитан, а тебя называют Ви. То есть могу не представляться. Ты обо всем позаботился? Я готов работать со всеми, кто пришел ко мне по делу. Бизнес – это я. Помни об этом. Есть, капитан. Так, пока не забыл. Тебе нужна тачка? Мотоцикл? У меня есть все и недорого. В общем, если что, сигнал. Тебе нужна тачка. Субтитры сделал DimaTorzok. Мой данный приятель, Тед Фокс, идет по следу угрозного скандала. Пока не могу раскрыть вам, что это скандал, но в нем замешаны День Нихром, Власть и Вереги. Все как будет. Оставайтесь с нами, подробности, последовательные. Я снова с вами, Найт-Сити. Ну что? Эй, привет, Панан. Ти-Ви. Где моя тачка? Бестия сказала, мы можем помочь друг другу. Как я не догадалась. Значит так, или говори, что знаешь, или иди нахер. И бестию тоже с собой прихвати, ясно? Эй, тише. Успокойся. Ты мне не указывай. Хорошо. Смотри, я знаю, где груз и твоя машина. Но в одиночку ты их не вернешь. Все это слишком рискованно. Так что давай договоримся. Чего ты хочешь? Надо поговорить с одним чуваком. Корпораты везут его под охраной. Нет, похищение это не майор. Тем более на разборке с корпоратами нужно куда больше людей и техники. Там только одно ави. Оно будет пролетать над равниной Джексона. Твою ж мать. Поможешь мне, скажу, где тачка и помогу вернуть товар. Идет? Ну, не знаю, я... Черт. Ладно, идет. Только у нас ничего не получится, если мы не вернем мой Тортон. Где он? Машина в руки Риджи. Как я понимаю, ты знаешь, где это? Там и твоя тачка, и товар. Нэш, я тебя выебу и высушу, сраный ты мудила. Ну и что, Чумба? Это он тебя подставил? Ты его так не называй. Хорошо. Напарник. Бывший напарник. Херовая история. Этот сучок меня кинул. Зажал мою машину и товар. Теперь собирается загнать все сам в руки Риджа. Но его ждет горькое, блядь, разочарование. Ну, поехали в руки Ридж? Погодь. Мне сначала надо подумать. Черт. Да. Нам нужна подмога. Завернем по дороге кое-куда. Расскажешь, куда? Секунду, позвоню заказчику. Пусть пока помаринуют этого мудилу. Она хочет с ними договориться за спиной убийсти? Смелая девочка. Или тупая, как пробка. Привет, босс. Нэш хочет передать вам груз в руки Риджа. Правда, я об этом узнала задним числом. Босс, я с ним разберусь. Только дай мне шанс. Босс, ну ты чё? Сколько я для вас ездила? Хоть раз я облажалась? Я тебе клянусь. После заката? Окей. Нет, встречу не отменяй. Просто не приезжайте, я разберусь. Ты ещё спрашиваешь? Само собой. Спасибо, босс. Ты не пожалеешь. Всё. Мне дали время. Ты дала ему слово, и он тебе поверил? Да, прикинь. Есть такая штука, репутация. Заведи себе, рекомендую. Ну, куда теперь? В лагерь Аль-де-Кальдо. Надо повидаться кое с кем из моего клана. Да не то, чтобы этому рада. Не твоё дело. У меня остались там друзья. Я, кстати, тоже бывший кочевник. Серьёзно? Никогда бы не подумала. Да. Из семьи Бакеров. Пришлось с ними разбежаться и переехать в Найт-Сити. Значит, между нами что-то есть общее. Ладно, поехали. Садись. А эта тачка откуда? С какой-нибудь парковки на ранчо? Вот именно. Чё-то не нравится? Мне? Нет, конечно. Вкус или есть, или его нет. Отъебись. Далеко этот лагерь? Прямо за городом. По девятому шоссе и на восток. Как тебя вообще угораздило? Цвет понравился. Освежители детское кресло шли в довесок. Ты же знаешь, что я не протачу. А что я должна сказать? Что я хочу пристрелить напарника, который меня наебал и слился? Что моя фиксерша выставила меня дурой? Ты сам-то на кой чёрт тебе сдался этот хер из Ави? У него инфа, которая мне нужна, а у меня не так много времени, чтобы её достать. А чего ж она мне не сказала, что знает про Нэш? Бестия? Вообще без понятия, о чём она думала. Какая же она мерзкая баба. А ты спроси у неё самой. О, обязательно. И отдельно уточню, почему она не сказала, что Нэш стилет, когда сводила меня с ним. Может, она об этом не знала. Да не смеши меня. Фиксер такого класса знает всё. Наверное, даже то, о чём мы сейчас разговариваем. Мы с Нэшем были просто частью её грёбанного плана. Вот и всё. Бестия просто сука. Нечего её оправдывать. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Привет, парни. Здорово. Каким ветром тебя занесло, городская штучка? В городе стало скучновато. Ты вообще представляешь, как старик психанет, когда тебя тут увидит? Я буквально на минуту. Солу говорить не обязательно. По нам. Время не ждет. Я знаю. Стелеты меня наебали, теперь я хочу наебать их. Но без вас не справлюсь. Поехали со мной. Вчетвером мы их раскатаем. Ты знаешь, мы всегда за тебя, сестра. Но сейчас вообще никак. То есть вы мне не поможете? А, старик сказал нам сидеть тут, пока не вернем в строй генераторы. У них батареи скопытились. Генераторы? Вам какие-то генераторы важнее, чем я? Ты опять прикалываешься? Нам очень нужна помощь. Не в этот раз. Мы нужны клану. Блять, ну пиздец. Вы будете сидеть тут, потому что Сол приказал? А на меня вам насрать? По нам. Это не для Сола. Это для клана. Ты же понимаешь. Слушай, из лагеря мы не выйдем. Это без шансов. Но про снаряжение Сол ничего не говорил. Ладно, поняла. Тогда я возьму твой карабин. И своего по мелочи. Бери, что хочешь. Только будь осторожна. Да уж, ладно, спасибо. Сейчас гребу снарягу и больше вас доставать не буду. У тебя остался только я. Угу. Ты расстроена? Да нет. Скорее разочарована. Привет, по нам. Ты к нам надолго? Не, на пять минут. Поболтаем в следующий раз. Привет, по нам. Ты привела новенького. Сол уже знает? Ага, не твое дело. Можешь помочь? А что внутри? Пара мелочей, которые могут пригодиться. Бери. Отлично, это все. Поехали. Вы с Солом помирились? Ты возвращаешься? По нам. Заглянешь к нам, дорогая? В другой раз, Элли. Честное слово. Ну, мне пора. Да-да, вали уже давай. Звони, если что. Присматривай за ней, Ви. Кидай в багажник. Можем ехать, залезай. А ты, похоже, не признаешь авторитетов. Чего? Сначала Бестия, теперь Сол. Он же ваш главарь. Их главарь. Ты вроде как хотела свинтить поскорее. Сол, короче, вряд ли мне бы обрадовался. Что случилось? Мы переехали в Калифорнию только потому, что он обещал нашему клану перемены. Говорил, что мы начнем с чистого листа. Сам видел, чем все кончилось. Парой палаток на куче песка. Ну, пиздец, земля обетованная. Я хотела чего-то другого, получше. Сол просто трус. Он скоро похоронит этот клан. Я уверена. Скорпион и Мич хорошие чуваки. О таких друзьях можно только мечтать. Вообще, на их месте я бы тоже осталась в лагере. На Соло и Генераторы можно забить, но клан превыше всего. Только я теперь сама по себе. Они все еще считают тебя своей. Вон как о тебе заботятся. Угу. А у тебя как? Есть близкие? С этим не посчастливилось. Ясно. Эти ребята были в армии? Скорпион и Мич? Да. Панцербой. Были контрактниками на последней войне. Панцербой? Они летали на этих огромных транспортерах? Скорпион летал. Мич был в охране. Им обеспечили самые крутые боевые импланты. Кошмары до конца жизни. Мне говорили, что руки Ридж это пыльная дыра посреди ебаного ничего. Жители или переехали в Найт-Сити, или просто куда-то свалили. Вот ты уже почти все знаешь. Местные ждали, что туда протянут автостраду. Тогда там хоть как-то можно было бы жить. Но не срослось. И много таких заброшенных городов? Сотни? В стране-то тысячи. Ехала я как-то по И-80. Остановилась после заката, когда машин уже не было. И тут услышала. Что? Как воет ветер в заколоченных окнах. Как по песку шуршит перекати поля. Так и умирают города. Потихоньку. Не с громом, а со всхлипом. Все. Мы приехали. Что делаем? Готовимся к встрече со стилетами. Времени в обрез будем импровизировать. Сперва все осмотрим. Может, найдется что-то полезное. Под header как-то полезное. Какое-то полезное. Так. Продолжение следует... 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 А теперь ждем. Не забудь включить питание, как только мы их заметим. Окей. Прикрывай меня на всякий случай. Конечно. Едут на моем тортике. Видишь его? Да как его не заметишь? Лучше не светиться. Попробуем сделать все по-тихому. Если что, я начну их отстреливать. Идет? Идет. Ну и где этот ебучий босс? Эй, ждите их здесь. Готовься. Шоу начинается. Да будет свет. Зацепи чипа тачки. Он уводила. Девица с иракезом. Норм примета. Катер. Вы можете все перерезать. Просто есть от работы. Так, кто взял это? Может, мне сверху надо пролезать? Ой. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...